Карту инвестиционных возможностей Удмуртии представляли в двух прозрачных и даже каких-то космических полусферах. Все, что было в этих шатрах, все было удмуртское. Промо-республики на каждом шагу. И главное, конечно же, бизнесмены, которые тут же находили себя на новом сайте. Топ-100 бизнес-чемпионов Удмуртии. Ресурс для инвесторов, и он будет постоянно обновляться. Мы можем показать свой товар лицом и, собственно, найти деньги для развития нашей республики. Мне кажется, это классно, когда это делается. Это такая государственная частная инициатива. На презентации карты инвестиционных возможностей собрались почти 300 потенциальных инвесторов. Их удивляли. Предлагали через виртуальные очки посмотреть новые проекты. Например, как в деревне Вишгурт-Бегра разводят африканских самов. Вот я одела данные очки виртуально-реальных. Я вижу место, пруд, огромный пруд, где как раз-таки разводят этих самов. Главы районов тоже здесь. За два месяца каждый из них провел ревизию инвестиционных возможностей. Естественно, теперь надеются на то, что не зря. Мероприятие очень важно, нам необходимо, поскольку мы увидим и, наверное, познакомимся с нашими инвесторами. Как говорил, один новый человек поживем, увидим. Но очень хотелось бы, чтобы это был толчок для нового развития территории. Здесь, мы надеемся, все-таки новый уровень, новые люди, у которых есть ресурсы и финансы. На форуме инвестора, что называется, пристреливаются, причем вполне метко. Объясняют карты инвестиционных возможностей региона, позволяет строить вполне конкретные планы. Компания базируется, у нее есть несколько заводов, один в России, один в Италии. И вот сейчас мы рассматриваем возможность открытия производства, в том числе и в Морте. Среди участников форума крупные и очень известные в стране корпорации. Нефтяная компания «Лукоил» приехала с вполне конкретным бизнес-предложением. В регионе уже работают полсотни заправочных станций «Лукоила». Теперь решено вложиться в бурение. А это дополнительные налоги в казну Удмуртии и рабочие места для жителей республики. «Лукоил» работает во всех территориях. Было принято решение поработать в Удмуртии. Посмотрели экономику, посмотрели эффективность проектов. Вот выбрали для себя три участка, на которых мы будем ввести в георазведку, по результатам которой мы принимаем решение уже об открытии добычи. А это делегация из Китая. Председатель венчурного фонда, в который входят 150 организаций, заверила, все они теперь точно узнают про Удмуртию. Особый интерес – инвестиции в сельское хозяйство. Если есть предприятие, которое занимается инновационными оборудованиями и технологиями в оградном секторе, мы будем очень заинтересованы. На форум «Инвестируй в Удмуртию» приехал и первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов и полпредприволжья Михаил Бабич. Им тоже показывают наших бизнес-чемпионов. Цель – проекты Удмуртии должны быть на слуху у всех. Регион того достоин, уверен Александр Бричалов. Удмуртия в России – это не только 90% стрелкового оружия, это первое место по выработке сыров и третье место по производству оборудования для молочной промышленности. Удмуртия в мире – атомная промышленность, 20% цирконевой продукции и 40% мировой качественной продукции для атомной промышленности. Но при этом, и это важно, безусловно, очень перспективное направление. И здесь мы уже являемся полноценными игроками в конкурентном поле. 2% всех беспилотников мира. Презентация карты очень предметна, и проекты инвесторам предлагает вице-премьер республиканского правительства лично. В советское время почти каждая коляска была из Водкинска. Но и сейчас компания является номером один на рынке мебели для новорожденных. Для нас очень важно, что компания ориентируется не только на российский рынок, но и на заграницу. Карта инвестиционных возможностей Удмуртии теперь доступна всем. Во всемирной паутине запущен новый ресурс – инвестуден.ру. И открыта корпорация развития Удмуртии. Это та структура, которая действительно соберет в себя все меры государственной поддержки инвесторов и предпринимателей республики. Судя по реакции высоких гостей, презентовать инвестиционный потенциал Удмуртии получилось. Хочется кого-нибудь за руку привезти и сказать, инвестируйте в Удмуртию. Молодец. Видно, что это все не просто так. Это плод серьезной работы. Не то, что вы эти месяцы посетили все муниципальные образования. Ваш коллега сказал, что около 200 поездок было. Но это, конечно, все налицо. Мы видим, что это реальный результат. Это никакие не дутые презентации. Хотя презентация, это надо сказать, вам удалась. Мы действительно сегодня с вами являемся участниками, свидетелями очень важного этапа, нового этапа в жизни республики. Когда точка отсчета взаимоотношений власти и бизнеса становится вот такой открытый, очень профессиональный, очень понятный для всех диалог. Работа форума будет продолжена. Уже запланировано подписание целого ряда бизнес-соглашений. Марина Баль, Илья Дериндяев, телеканал Майя Удмуртия.